2020 год. Шёл, казалось бы, обычный зимний сезон, но нежданно-негаданно, на сей свет появляется аниме, именуемое себя между двумя рецензентами, после чего создаёт нереальную волну хайпа, обваливая рейти к моему аниме-листа и становится самым лучшим тайтлом из всех уходящих во все времена. Аниме внезапно перестаёт крутить по ящику, ведь телевизионные каналы начинают осознавать, что они вообще показывают. Зрители, смотрящие это и недоумевающие, задаются вопросом, какого хрена? Почему здесь нет хентай-жанра, сей творение числится как комедийное эчи, несмотря на то, что сюжет представляет из себя похождение главных героев по борделям, стали совокупления с различными расами. И аниме оставляет после себя некую культовость, потому что именно с этого момента студия Пассион своим творением дала абсолютно полнейший карт-блаш остальным аниме-студиам на выпуск чего-то более смелого, чем просто понсушота или неприкрытая каким-то там паром обнажённая грудь. И одни из тех, кто любил показывать обнажённых красноволосых тянок с 69 размером, посмотрели на весь этот беспредел, подумали, и в 2021 году выкатили тайтл, именуемый себя магом-целителем, где происходит просто полнейшего ханалия, но имеет уже какой-никакой сюжет, завязанный на садомии и лютом пиздеце, происходящем на протяжении 12 серий. И несмотря ни на что, аниме тоже не числится как хентайное, а представляет из себя всего лишь фэнтезийное Эччи и не более того. Однако к всей теме стали подключаться и другие студии, уже в осеннем сезоне выходит очередной Эччи тайтл, именуемый себя как Тотальной Гаре, который является сайфай-этишником и вообще имеет рейтинг ПГ-13. Но начинается при этом со сцены, где главному герою представляют тонну обнажённых тянок, каждый из которых хочет с ним переспать. Чего, блять? Хотелось бы спросить, но разве что за рейтинг. Ведь само аниме нам показывают утопичное будущее, где человечество достигло времён, когда, собственно, людям ничего не надо делать, поскольку всё за них делает искусственный интеллект. Сам сюжет нам предлагает типикал кунца, который признаётся в любви своей тяночке, но при этом должен впасть в анабиоз на ближайшие 5 лет, чтобы излечить свою болезнь, которая связана с потерей памяти. Однако, прослушавшись спустя это время, главный герой знает, что пока он спал, в мире внезапно появился некий вирус, именуемый себя ИМ. ИИМ – это задел сюжета. Истребляющий мужчин. Именно так расшифровываются эти две буквы, а главный герой попадает в феминистический мир, где почему-то постепенно всё пошло ко дну. Это очень странно, но не будем в это углубляться. Истребитель мужчин убивает всех мужчин в мире, однако всем тем, кто лежат в этот момент также в анабиозе, свезло, ведь он их не коснулся. В нулевых датте боё, главный герой стремились стать Хакаги, били королём пиратов, но нахрен это всё надо, это очень скучно. Ведь зачем нам вот эти все примитивные заделы сюжета, когда можно главной целью поистования сделать... Да, ведь основа сюжета это возобновить мужское потомство, а в руках главного героя оказываются все тянки мира, благодаря которым он и все они должны вернуть мир в прежнее состояние. Но не всё так просто в сюжете, ведь главный герой любит ту самую одну единственную, с которой хотел бы быть до конца жизни, и посему да, во главе этого всего нам ещё подают и романтического Ояша. Однако романта Ояш не так прост, и вместо того, чтобы взять и отдаться всем этим тянкам, берётся и вовсе разработать лекарство от Истребителя мужчин. Не зазряет АПГ-13, ведь если в первой серии нам показывали всё, как оно есть, то лично я не смог вообще нигде найти второй ансенс серию, а аниме в принципе отправилось в путешествие под названием Нахуй и стало проверяться производственным комитетом. Чтобы вдруг внезапно там, вот почему это Эчи, а тут показывают непотребство, и тайтл был перенесён аж на следующий год. Но я решил не дожидаться сей момента и исполнил редкое конкретно для меня джутсу под названием Иди прочитай первоисточник, и хоть далеко и не полностью, но я это сделал. Как минимум мне стало известно, что будет происходить в последующих сериях, и думаю, что тайтл я отложу вероятно на целую вечность, поскольку представляет он из себя что-то типа рецензентов, у которых никакого сюжета нет, и в то же время пытается типа в сюжет. В самом произведении есть, конечно же, на все вкусы архетипы тянок, от... Что подлавливают тех или иных моментов главного героя с той целью, чтобы показать ему свой сюжет, до, конечно же, вечно стесняющихся мое тянок, которые прям няковой милота... В самом начале повествования представляет из себя целых двух кунцов. Одного уже показали во второй серии, и если сам главный герой стремится найти свою единственную и разработать лекарство от ИЭМ, второй же, наоборот, читает это всё районной земле и пользуется всеми благами. Вообще всё протекает в духе какой-нибудь обычной повседневности, при этом вписывают туда различные ЭЧИ-сцены. А, ну да. По формам, конечно же, тут тоже есть всем на все вкусы, а что касательно сюжета... Не, не этого сюжета. Это просто очередная показуха того, что смотрите, теперь можно вот так, ведь если раньше могли в ракурсы, потом могли в Blu-ray and Sense версии с показом в груди, а теперь вообще плевать, ведь мир наконец признал, что между ЭЧИ и хентаем... Есть кое-что ещё, и называется это эротикой. То есть хентай сюжетом. Или этишность, которая как бы пытается и в сюжет, и в ракурсы. Мне бы, конечно, хотелось сделать полноценный разбор сей о няму, но мне кажется сделать это очень сложно, потому что если в условных токийских мстителях я мог подмечать тупости в сюжете, тут любую тупость можно оправдать либо жанром, либо архетипами, да и сцены-то предвещаются не слишком уж лютые. Не понял, если честно, кто чего там проверять собрался, потому что тайтл на фоне того же мага-целителя выглядит уж очень лайтово. Ведь лютых жёстких сцен нет, есть, конечно, что-то ходящее на грани, но в основном всё усвоится к типичной сценке из условной повседневной жизни с девушками-монстрами, однако там, если хотя бы юмор есть, тут всё же пытаются в какой-то не особо интересный сюжет. Таких главных героев мы видим в каждом гаремнике, они также всё вечно стесняются. Мы также в других гаремниках видим альфа-самцов, видим тянок различных архетипов. Сюжет на аниме не имеет себе ценности, но стой, скажешь мне ты, в аниме нет цензуры, но стой, скажу тебе я, почему бы тебе не посмотреть повседневную жизнь с девушками-монстрами, ведь там ценность есть хотя бы в юморе. Там практически тот же сайфай, да и тайтл не надо ждать до конца года. В остальном аниме, вышедшее в 2015 году, ничем не уступает тотальному гарему. Ну, разве что только второй сезон обещали, и вот уже 2021 год, но не суть. Элементарно тот же маг-целитель выигрывает у тотального гарема хотя бы за делом. Ведь если здесь нам дают у Яши, который пытается изобрести лекарство, и сам процесс того, как он к этому идёт, в принципе никак не вызывает интереса, потому что большинство его пути это то, как ГГ пытаются изнасиловать, и про то, как он этому сопротивляется. То маг-целитель это ебанутый на голову чел, который возвращается в прошлое или утомстит всем своим обидчикам. Элементарно сравни по краткому описанию. Что для тебя было бы интересней? Недавно я устраивал опрос, которым выдвинул варианты с сигной или анимизацией. Вариант с аниме выбрали 91%. И раз выиграл второй вариант, то три условия. Это подписаться на канал, оставить комментарий под этим видео, и подписаться на телегу, чтобы я смог оттуда тебе написать, и уже к следующему видео кто-то из вас получит аниме-версию себя. Ну а аниме, ещё возможно, будет на него полноценный прям обзор с разбором сюжета, но только если там будет сюжет. И большой сюжет, и маленький сюжет, и сюжет, и сюжет. Потому что то, что есть манги, пока предвещает что-то из разряда очередного перехайпиного тайтла, у которого впоследствии будет висеть оценка 5. Да и режиссирует это не Митсутака на Шитане, поэтому даже по этой причине не вижу смысла сидеть и прям досматривая тайтл до конца. Субтитры сделал DimaTorzok